Ежегодная церемония чествования жителей области Человек-года Витебщины в этом году была приурочена ко Дню Конституции. Лауреатами почётного звания стали 50 человек. Среди них рабочие, руководители предприятий, учителя и животноводы, студенты и общественные деятели. Торжества впервые прошли не в областном центре, а в Полоцке. «Обличный район Баницах, шестиконечная реанимация, где все... Это город небольшой, все друг друга знают. Коллектив сплочён. Номинацию я расцениваю для себя всё-таки как аванс какой-то, потому что, ну, я думаю, что есть немало людей, которые тоже достойны не менее, а может быть, более этой номинации. Но так получилось, что здесь избран я. Чем я горжусь? Наверное, я горжусь и не сныскать своими учениками». Церемония чествования лауреатов ежегодной премии Человек-года Витебщины особенно волнующие. Получить награду в День Конституции в таком значимом для Беларуси месте в Полоцком Софийском соборе – честь и большая ответственность. «Для меня большая честь принимать участие в сегодняшнем мероприятии и быть лауреатом премии Человек-года Витебщины. Витебщина для меня – это моя малая родина, это то место, которое я люблю и которому я стараюсь служить». Люди труда. Лауреаты в номинации «Агропромышленный комплекс охрана окружающих среды лесное хозяйство». Марина Шалаш работает птицеводом на Оршанской птицефабрике 34 года. Благодарна за высокую оценку её работы. «Я никогда не была в Полоцке, поэтому мне очень приятно, очень интересно. Это на всю жизнь, конечно, это всё запомнится». Скромные и искренние. Они немного теряются в непривычной шумной атмосфере. Тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Ольговская» Александр Комаровский готов из-под объектива камеры быстрее в поле. «Подготовили технику, готовы уже в поле. Последние штрихи там уже делаем. Ждём погоды. Уже зимой отдохнули, буду поработать». Для начальника деревообрабатывающего цеха Лепельского лесхоза Елены Гречной эта поездка в Полоцк по-своему символична и ностальгична. Отсюда начинался её трудовой путь. В 87-м она окончила Полоцкий лесной техникум. «Это прекрасно, волнительно, конечно, и очень приятно. Очень приятно. И приятно вдвойне, что сегодня такой день, 15 марта, день Конституции. Я уже более 25 лет в деревообработке, из них 35 лет в лесном хозяйстве. Реализация хорошая, рентабельность хорошая, зарплата, самое главное, хорошая. Коллектив у меня 80 человек в подчинении». Независимо от сферы деятельности, их объединяет одно – все они профессионалы, любят свою работу и гордятся этим. Почётный список знаменитых людей Витебщины пополнили 50 новых имён. Людей, которые своим трудом прославляют наш край, каждый на своём рабочем месте и вместе на благо Северного региона и Беларуси. «Нету менее важной сферы и более важной сферы. Все очень важные. Начинают с тех людей, которые хлеб простят, и продолжая теми, кто даёт образование, кто лечит, особенно в последние годы. И поэтому, наверное, здесь собрались те, кто с любовью и с большой самоотдачей, выполняют просто своё дело». За заслуги и развитие Витебской области. Такая надпись с обратной стороны нагрудного знака «Человек года Витебщины». Сегодня каждому из них слова благодарности. А в подарок – концерт классической музыки в Софийском соборе. Кстати, билборды, фото лауреатов в течение года будут размещены в населённых пунктах региона.